Добрый день, вечер у кого что. Продолжаем мы работать над текстом 51 главы пророка Ишаявы. И сразу хочу сказать, что сегодня мы попробуем разобраться, скорее всего, без большого успеха, об одном из самых сложных мест, на мой скромный взгляд, вообще в Медрашах, касающихся объяснения прямого текста Торы, соединения нескольких пасуков в Танахе. То есть есть, вы знаете, Медраши, которые просто рассказывают истории, не просто истории, где нужно понимать глубокую трактовку, к чему эта история относится, что нам хотят этой истории сообщить, а бывает, что объясняется пасук, просто объясняется текст. И, казалось бы, уж объяснения этого текста должны быть не то чтобы понятны прямо, но поскольку речь идет про пшат, как мы в таких случаях говорим, про простой смысл текста, хотелось бы все-таки, чтобы хоть на каком-то уровне, начальник, на уровне первого, второго или даже третьего класса, пусть не четвертого, на уровне начальной школы, мы эти простые объяснения понимаем. Давайте с Божьей помощью обо всем по порядку, я открою тот пасук, который мы уже с Божьей помощью начали разбирать, а где у меня этот пасук, почему я его не вижу, давайте-ка мы его здесь приоткроем, чтобы было яснее, это он, по-моему, нет, это не он, куда делся у меня пасук, а ну-ка, давайте-ка мы с вами посмотрим, вот это должен быть для пророк Ишаяу, почему-то не открывается шерст и, вот, наконец-то он его увидел. Технологии современные – это нечто. Так вот этот вот пасук, который мы с вами уже разбирали, который же мы прочли, Творец говорит пророку, радует его, говорит, что все, несмотря на то, как себя ведут евреи, закончится позитивно. Ваосим дворайбепиха помещу слова мои в уста твои, в цель яди киси тихо, и тенью руки моей прикрою тебя. Именно об этой фразе, в которой, казалось бы, нет ничего сверхъестественного. Творец обещает прикрыть пророка тенью, сенью своей руки. И это все для того, чтобы, лентуа, шамаем, борисодарец, как мы говорили, растянуть небеса и обосновать землю, в Элеймор и сказать лицеон Сиону, ами ата, народ мой ты. Мы разбирали этот пасух, и вроде как, благодаря Талмуду довольно успешно, но вот это место, и тенью руки моей покрою тебя, оно почему-то, именно оно очень странно объясняется в одном месте Талмуда. Я позволю себе немножко отклониться в эту сторону, открою это место, ведь я даже его заранее приоткрыл. Видите, это отрывок из трактата. Сейчас я перенесу, как мне нужно, все на экране. Хагига, видите, здесь, да, трактат Хагига, я наверх все, вот он, Хагига, пятый лист перед вами, да, и мы идем в самый низ этого листа для того, чтобы увидеть, от чего начинается вся эта история, которая приводит к нашему пасуку. История грустная, прямо скажем. Раби Йоханн, говорит Талмуд, ки мати ле гай кра, когда доходил до этого пасука, бахи, плакал. То есть, когда Раби Йоханн дочитывал в Торе до пасука, в котором написано вот это вот, ве ая и будет, ки цим цена, в проклятиях, да, в конце проклятия в Торе написано, когда найдут его, этот народ, ото, раот, работ, бе царот, ну, зло многочисленное и беды, то есть, всякие, ужасные вещи многочисленные, всякие беды найдут этот народ, бедные евреи будут, значит, наказаны страшным образом. и в самом этом пасуке Раби Йоханн видит повод для рыданий. Он просто вот плачет, читая этот пасук. Что такого страшного в этом пасуке? Оказывается, поскольку вот это вот, тим цена, найдут его, понимается в связи с Богом, что Творец специально готовит, как будто подставляет еврейскому народу всякие, многочисленные бедствия, это выглядит, конечно, страшно. И поэтому, говорит Раби Йоханн, эвет, раб, ше рабо, чей хозяин, мам ци ло, видите, вдруг слово тим цена, мы, я сразу хочу сказать, прям вот вглубь это место в Талмуде учить не будем, потому что то, с чего тут все начинается, оно напрямую не имеет отношения к нашему пасуку, но все-таки обратите внимание, здесь написано, что найдут этот народ многочисленные бедствия, плохо, конечно, но Раби Йоханн немножечко это по-другому получается формулирует, что это не то, что найдут народ бедствия, а что хозяин мам ци, это глагол в другой форме, который, он похож, конечно, на тим цена, но мам ци это в другой форме, тим цена-то сами бедствия найдут вроде как, а мам ци это тот, кто делает так, чтобы нашли, то есть, когда я, например, мам ци лахэм машу, это в таком грубом простом переводе означает, что я перед вами что-то располагаю, вам что-то предлагаю, делаю так, чтобы вы на что-то натолкнулись, от себя, так говорит рабе Йоханн, что в данном случае господин раба, он, мам ци, дает возможность своему, значит, рабу найти раот, царот, вот эти вот бедствия и несчастья, так вот, говорит рабе Йоханн, если такое происходит, если хозяин своему рабу дает найти, ну, фактически подставляет поднос своему рабу бедствия и несчастья, так оно и шло, исправление есть у него, то есть, что может спасти этого раба, если его собственный хозяин, который полностью этим рабом распоряжается, он специально подставляет этого раба под несчастье и бедствие. Ну, вы понимаете, это очень тяжелый текст, не совсем понятно, еще раз, откуда вот именно эта идея берется, ну, естественно, если рабе Йоханн это говорит, значит, так оно и есть, это очень тяжело слышать для еврея, что там во времена изгнания, когда нас наказывают, когда у нас неприятности, вот такое происходит, Творец как бы специально подставляет. Майра от Ветцаро, что такое вот эти вот, как бы это лучше перевести, Раот от слова зло, вы понимаете, что слово зло на русском языке не имеет множного числа, уже спасибо, нету слова злы, одно у нас зло, только одно в русском языке, а здесь это именно злы, многочисленные злы, так, Ветцаро и бедствие, так это в прямом переводе, поэтому я говорю как-то там, несчастье и бедствие, многочисленные виды зла и бедствия, скажем так, что это такое? Говорит Ра, Амар Ра, это специальные такие бедствия, Раот, это такие бедствия, Шенна Асот, Царот, которые становятся несчастьями, Зу Ла Зу, это для этого. То есть, у нас такое происходит, что человек заболевает, например, двумя болезнями, если лечить от одной, становится хуже другая. Знаете такое? Бывает, не дай бог. А если лечить от той, будет плохо с этой. Кегон, как, например, классический пример Талмуда на эту тему, это Зибура Виакрава. Пчела и Скорпион. Известный пример, в старые добрые времена у них так получалось, что человека, которого укусила и пчела, и Скорпион, невозможно нормально лечить, потому что то, что они применяли для лечения укуса пчелы, Зибура, то вредило, ухудшало состояние после укуса Скорпиона. И ровно наоборот. Хочешь лечить укус Скорпиона, тогда будет ухудшаться состояние после укуса пчелы. То есть ни туда, ни сюда. Это первая идея, как понимать это место в Торе. Шмуль Амар. Шмуль говорит Зу Амам Ци Ло Ма Отля Ми. Это тогда, когда человек дает возможность получить деньги бедному Биш Ат Дохко во время его стесненности. Ну, я сейчас не буду в это входить, это совершенно отдельная тема. Многие комментаторы задаются вопросом здесь, какое отношение вообще к бедам может иметь то, что человек дает бедному деньги тогда, когда как раз бедный находится в стесненном положении. И тут Раша это долго объясняет, и в чем тут проблема, что типа вроде как этот благодетель мог дать бедному деньги чуть раньше, чтобы он не дошел до последней стадии бедности и несчастья. Ну, давайте пока это на секундочку оставим. И дальше Талмуд говорит следующее. То же самое. В обещаниях больших неприятностей перед главой Азинова написано «Вэхара апи во и возгорится мой гнев на него ба-ё-магу в тот день говорит Тора вазаптим и я оставлю его и знаменитые вистарти панаймэем и скрою лицо мое от них». Что это означает, говорит Талмуд, «Амарав бардла бардавьёме», сказал «Амарав бардла бардавьёме», «Амарав от имени Рава», «Коль ше эйно бэгэстар паним, всякий, кто не в скрытии лица, эйно мэгэм», не из них. То есть всякий человек, всякий еврей, который не чувствует во времена изгнания скрытости лица Бога, не чувствует, что он молится и ему не отвечает, обращается. И как это в том страшном анекдоте про стену плача, как со стеной разговаривают, человек, который этого не чувствует во времена изгнания, эйно мэгэм, не из них. То есть это не настоящая еврей. Жуткое дело. Это что значит? Что обязательно должно быть плохо? «Кольше эйно бе вагаяла и холь». Значит, всякий, кто не относится к словам Тореваяла и холь, если он захочет покушать, что его вот эти многочисленные бедствия найдут, он тоже сейчас скажет, Талму, давайте мы перевернем на другую страничку это дело, он тоже, видите, побольше сделаем, попробуем. Не увеличилось. Он тоже, видите, эйно мэгэм, не из них. Что это раньше говорит? Что такое мезересу? Он не еврей, по-настоящему. То есть это не из семени Израиля. Видите, потому что из Тартии Панамина написано, что Всевышний скроет лицо. Что это означает? Что у нас должно быть конкретно плохого, чтобы нас не позадревали, что мы вообще к евреям не имеем отношения. Что человек кричит из-за бедствий, которые приходят на него, то есть обращается к Богу из-за своих неприятностей, и ему не отвечает Бог, чтобы эти бедствия к нему не пришли. Вот так. Теперь что такое, он захочет кушать, и на него придут бедствия. Это говорит Рашиши, что рабы звезд, то есть уважаемые представители других народов забирают еврейские деньги. То есть если тебя не раскулачивают, и если тебе отвечает Бог на молитвы, ну в плохие времена, во времена и знания, значит что-то с тобой не так. Значит ты прям чуть ли не не еврей. Странно. Вещи такие, да? Ну и здесь такая известная история, мы не могли ее не изучать с вами. Амрулей рабанан лерово сказали мудрецы рове, ну рова, глава поколения, великий мудрец, они ему сказали так, остальные раввины, мар, господин, ло, бе, гестер, по ним и ты, не вскрытие лица есть. То есть ты так молишься, и тебе так отвечают, что у тебя нет никакого вскрытия лица. Вело и не бе, вегая, лейхоль, и не к этому пусуку, значит, что ты будешь кушать, и тебя будут настигать бедствия, будешь хотеть кушать. И ты есть, то есть у тебя нет и этой связи тоже, то есть тебя и Бог постоянно слышат, и враги, антисемиты не грабанули до сих пор. Страшная вещь. То есть тогда, когда кто-либо, в особенности большие люди, знатоки наших книг, обращают внимание на то, что у человека все хорошо, это может закончиться страшным каким-то дурным глазом. И этот страшный дурный глаз может привести к большим потерям. Амарлоу сказал им «Ми я диту вразе вы знаете кама сколько мешадарно я отсылаю бед сына в скрытность, сколько я скрытно отдаю дэй шавур малка в дом шавура царя». Ну, шавур малка вы, наверное, слышали в Талмуде это выражение. Это знаменитый персидский царь, который постоянно беседовал с раввинами, с евреями, очень интересовался еврейскими ценностями. Так вот, говорит Роу, вы не знаете, сколько я отсылаю денег туда, чтобы меня не трогали. Но нет, даже это не помогло. Афилу Гахи, даже так, говорит Талмуд, Ягову, направили бэй на него рабанан мудрецы Эйнайу глаза свои. То есть, мудрецы, как, сказать, остальные раввины, так посмотрели на Роу. Ух ты какой успешный! Как у тебя все ладится и спорится! Ну, и Адыгахи между тем Шадур послали дэй шавур малка из дома царя шавура вэгарбугу. Видите, это очень интересное слово. Гарбугу такой же корень, как по-русски грабануть. Я не знаю, может быть, даже они как-то эти слова связаны грабануть. Да, горбугу, это и есть грабануть. То есть, они его грабанули, эти персы, потому что раввины так внимательно на него посмотрели. Ну, и здесь эта знаменитая страшная фраза Талмуда появляется на эту тему. Амар сказал, Роу говорит, Гайну да и Тания, именно то, что учили, вот не зря написано в Брайте, Амар Рабан Шимон Бенгам Лель сказал, Рабан Шимон Бенгам Лель, один из наших выдающих сатанаим, как вы знаете, Тиражба. Коль Маком всякое место Шенат Нухо Хамим, что направили мудрецы, имеем глаза свои. То есть, всякое место, на которое, так сказать, внимательно, со значением посмотрели наши мудрецы О, Мита, О, Аньони. Или смерть, или нищета. Ну, есть такая фраза в том случае, поэтому лучше, чтобы вы услышали ее от меня, а не от кого-либо другого, вместе с более или менее нормальным, правильным объяснением этого парадокса. Еще раз, всякое место, куда направили мудрецы глаза свои, там вот то, что у нас выделено, возникает. На том месте, куда мудрецы направили глаза, там, оказывается, не сады цветут. И не всякие потрясающие удачи и замечательные подарки появляются там, в том месте, куда направили мудрецы глаза, оказывается, смерть или нищета. Понятно, что в данном случае это напрямую связано с написанным дуэтом по поводу скрытия лица, по поводу бедствий и зол в этой форме в русском языке есть многочисленных зол, но злы сказать нельзя. Так, короче говоря, тут это написано по поводу многочисленных зол и бедствий у помянутых выше. И поскольку речь идет о тяжелом нашем положении и в изгнании, о тяжелом нашем положении, тогда, когда разрушен храм, если у человека все прям цветет и пахнет, что-то в этом есть не то. И поэтому, если мудрецы направляют на этого человека свои глаза и как бы спрашивают, а ты почему такой счастливый дружок, когда всем плохо? как это говорила Кайса Ахчрайкина? Есть такие люди, которым плохо, когда другим хорошо, а здесь наоборот. Есть такие люди, которым хорошо, когда другим плохо. И это тоже неправильно. Поэтому здесь можно, наверное, по-простому сказать, что речь идет об определенном периоде времени, об изгнании только. Но, честно говоря, так не слышно здесь. Потому что такая формулировочка, посмотрите, что здесь написано, коль маком всякое место. Вообще, куда бы ни посмотрели наши уважаемые Хохами и Мравины, везде возникают какие-то страшные разрушения, жертвы разрушений. Что это означает? Конечно же, речь идет про материальный момент. мита, они, смерть, нищета. Это, как вы понимаете, исключительно материальные категории. Конечно, никому не хочется попадать и в такие чисто материальные неприятности. Но, тем не менее, любое направление, прицельное наставление глаз мудрецов может привести к тому, что естественное несоответствие между духовным и материальным, которым страдают многие люди, выплывает наружу. То есть, человек, который имеет высочайшие, высочайшие духовные кондиции, наверное, он может рассчитывать и на высочайшие материальные достижения и блага. Но тогда, когда одно не соответствует другому, то мудрецы, понимающие, что такое духовные кондиции, и видящие, что человек этот не самый высокодуховный, а тем не менее, материально он ничего себя чувствует, что у него есть эти ножницы, несоответствие одного с другим, они могут вызывать большие неприятности у этого человека. Ну, или вот как Рова, глава поколения, великий человек, который отвечает за весь еврейский народ, несмотря на его высочайший духовный уровень, он отвечает за всех остальных, и поскольку духовный уровень остальных не такой высокий, то такая же проблема. Ну, и тут возникает тот вопрос, о котором я начал говорить. Ванухи и я, говорит дальше Тора, знаменитейшие слова, астер, астир, скрытием скрою панай лицо свое боем агу в день тот. Знаменитейшие слова, двойное скрытие, астер, астир, скрытием скрою мое лицо в день тот, гестер паним, знаменитая фраза о скрытии лица Бога от человека во времена изгнаний. Амар Рова, сказал Рова, Амар сказал Акадош Борову, Святое Богословену, афальпи, несмотря на то, что истарти панайме, что я скрыл лицо свое от них, бахалом адабербо, во сне буду говорить с ним. то есть любопытная информация, известная более-менее, но, конечно, очень важная для нас, для всех, что, несмотря на скрытие лица, в снах человек может получать информацию сверху. И дальше вот непосредственно та фраза, которая является одной из сложнейших, выходит на одной из сложнейших, непонятнейших проблем. Равь Йосиф Амар, один из наших выдающихся, как вы понимаете, талмудистов времен среднего поколения Амара, им говорит «Я до натуя алейна». Обращаю ваше внимание на эту ключевую фразу «Я до натуя алейна». Рука его простерта над нами. И что? Что тут такого тяжелого? Ничего. Появляется наш пасук, как вы видите, Шинеймар. Вот эта самая фраза «Увецель йади, и в тени руки моя киси тихо я скрою тебя». Ну и что такого? Так и есть. Для того, чтобы скрыть кого-то в тени, нужно поднять руку над ним. И поэтому это совершенно логичное казалось бы объяснение, рабе Йосифа, для того, чтобы понять, как именно Всевышний прикрывает своей рукой человека. Как вот он обещает, что даже в плохие времена он будет прикрывать. Надо сказать, что Всевышний простирает руку свою над нами. Вот так. Дальше приводится замечательная история. Раби Ашу бен Ханания, человек, который постоянно разбирался с еретиками, побеждал их, наш великий Тано, Авэкобе Кесарь, он находился в доме у римского императора, видите, он называется Кесарь, Ахвилэяуэ Афкирута, продемонстрировал, показал ему какой-то апикуруса, видите, апикорус, еретик. Он ему показал такую вещь, Амаде Ахадрин гумаре ля апей мини. Народ, что отвернул господин его лицо от него, то есть, что сделал этот эпикорус, еретик, когда он увидел Раби Ашуа. Он хотел намекнуть, значит, Раби Ашуа, что вы вообще евреи после разрушения храма, люди, от которых отвернулся Бог. И что он сделал так? Показал им. сделал такой жест, что показать, что, мол, Бог от вас отвернулся. Мимическая атака. Ахвилэй показал ему ядо натуялый на Раби Ашуа показал ему так, что рука простерта на дна. То есть, один так, а другой вот так. заметил это сам император на секундочку. Этот обмен мимическими этюдами. И Кесарь говорит Лераби Ашуа, что показал тебе? Ну, Раби Ашуа, естественно, ответил Ама да, да, динго, Мары Апимене, он мне показал таким образом, что наш господин Бог отвернулся от нас. Обратите внимание, император даже не спрашивает, а ты ему что показал? Императору достаточно спросить, что он тебе показал, имеется ввиду, конечно, что понятно. Императору интересно не только то, что продемонстрировал этот еретик, враг еврейского народа, а еще интересно ему, что продемонстрировал Раби Ашуа, а я, говорит, показал ему йода на туалину. Рука его простерта над нами. Тогда сказали этому изменнику, этому еретику, что ты ему показал? Его тоже спросили. Он, естественно, говорит, я показал, что Бог отвернулся от них. у мая хвиллах, а он что тебе показал? Когда у этого еретика спросили, что ему еретику показал Раби Ашуа, ло, я дана. Я не знаю. хвиллах, и в общем, с ним разобрались, с этим еретиком, что если он находится в царском дворце, обменивается с кем-то жестами, и этого языка жестов не понимает, то ему в этом царском дворце не место. Все здорово. Но в чем проблема? Проблема, дорогие мои, колоссальная. Пасхальная года заносится в студию, извините, программы «Что, где, когда» в черном ящике. И в этой пасхальной годе, которая лежит в черном ящике, написано, что такое у нас Девер, Херер, Ра, вот эти все наказания, мор, меч, который упоминается в пасхальной годе, наказание, которое насылал Бог на египтян. Что это такое? И совершенно неожиданно, причем каждый раз, по два раза мы это читаем, выясняется, что зероя Антуя, что то, что Всевышний вывел еврейский народ, мышцей простертой, это Зуахеров, это меч, это некая сила, которая называется божественным мечом, иными словами, как, например, написано в Медраше, не больше, не меньше, этот меч, это Макадбе Хорот, это казнь первенцев, намек на казнь первенцев, и там в пасхальной годе написано, откуда мы знаем о том, что зероя Антуя, мышца простертая, это меч. Приводится пасук из конца первой книги Диврея Аймим. Вы понимаете, что Диврея Аймим это последняя книга Танаха, книга сложная, в которой очень много аллюзий на предыдущие книги Танаха, которые надо с этими предыдущими книгами Танаха сравнивать. И совершенно неожиданно выясняется, что когда царь Давид покупал город, покупал место специальное на храмовой горе, специальное место, где потом, как вы понимаете, будет собственно храм построен, а Давид покупал бы для жертвенников, когда среди еврейского народа был мор, и когда нужно было спасать таким образом евреев. В момент покупки Давид вышел и написан в Диврея Аймим, он увидел ангела, который как бы завис над этим местным, собственно таким образом Давид понял, что надо именно это место приобретать. И про этого ангела сказано в Диврея Аймим, что у него меч обнаженный в руке у этого ангела, который простер над Иерусалимом. Я уже не говорил о том, что историю про мышцы простерты, которые Бог выводил евреев из Египта, каким-то образом выводится вообще не из Всевышнего самого, а из ангела, который спасал, указывал хитрым способом место, с помощью которого будет спасен еврейский народ в момент мора, с помощью меча, который простет над Иерусалимом. Причем здесь Иерусалим вообще к исходу из Египты. Я вам хочу сказать, что за все эти почти 30 лет, когда я провожу пасхальные седры, мне не удалось ни одного раза, как мне кажется и как мне помнится, нормально, внятно объяснить это место. Это место исключительно трудно. Но даже без того, что оно трудное само по себе. Как вообще понимать этот педраж? Во-первых, из этого видно, что вот эта рука простертая, это не спасение кого-то, а наказание. И я вам больше того скажу. А знаете, а что мешает это посмотреть своими собственными глазами? у нас есть такой чудесный, смотрите, стоит начинать набирать и сразу это вылезает. Пасук такой. Это, видите, шмот, это просто песня, которую евреи пели после рассечения Красного Моля. И написано «Атита иминха», вот это «Зероя натуя», «Ты простер правую свою, тивла эмаарас, поглотил их земля». И здесь у нас имеется комментарий рамбана. Каким образом получилось, что сия пучина поглотила их в один момент, что египтяне все, значит, не только утонули, но еще и были проглочены землей. Здесь Рамбан пишет, что земля отверзла свои уста, так сказать, ублала там, и она их, этих египтян поглотила. Потому что они удостоились похорон, безхарши омру, в заслугу того, что они сказали, а что Всевышний он праведен. Вы помните, в течение десятиказней пару раз было произнесено, что Бог прав, а мы египтяне не правы. И за это они удостоились в итоге быть похороненными хотя бы, чтобы не валяться просто так, бесхозными. И вот здесь Рамбан пишет вот эту фразу. Я еще с вами увеличу, чтобы прям было очень хорошо видно, что Рамбан рамбан, рамбан, бен нахван, уважаемые друзья. Я еще раз напоминаю, что это человек Рамбан, это один человек, через руки которого прошла вся наша традиция, и Галаха, и Кабала, и все, что вы хотите. Величайший человек. Эйн Лашон Ямин не бывает языка, то есть определение в слове Ямин и Яд Натуя, и рука простеркая. То есть тогда, когда мы говорим Ямин в Яд Натуя, рак ленекамау ляшхата, а только для мести и уничтожения. Это только для мести и уничтожения. Давайте вернемся на секундочку в Талмуд. Что здесь написано? Рав Йосиф говорит, Йода Натуя Алейну, рука его простерта над нами. Это в каком смысле? Давайте заглянем в комментарии Раши. Как говорится, не пожалеем одной секундочку. Что говорит здесь Раши? Ядо Натуя. Смотрите, Легаген Аллах. Защищать его, защищать еврейский народ. Что происходит вообще в комментарии Рамбата? Здесь в Талмуд ясно абсолютно написано. Рав Йосиф говорит, что то, что здесь сказано в Талмуд, то, что сказано в самой Торе, что Всевышний скрывает от нас лицо, это не беда. То есть это, конечно, ужасно, но это не катастрофа. Потому что Ядо Натуя Алейну, его рука простерта над нами, чтобы нас защищать. После того, что это написано в Талмуде, черным по белому, Рамбан, Рамбоши Бенахтам, вот он, вот он, вот здесь, он заявляет, что всегда, когда написано, что рука простерта, вот это вот выражение Яд, пожалуйста, Натуя, это только для мести и уничтожения. Значит, скажите мне, пожалуйста, кто лучше знает Талмуд? Мы с вами? Или Раби Моша Бенахма, который Талмуд здесь прокомментировал, который знал его наизусть, во все стороны и со всеми как поверхностными, так и более глубокими, так и самыми наиглубочайшими смыслами. Он что, не видит, что здесь написано? Рамбан. Он что, не видит, что Рав Йосиф, один из величайших мудрецов Талмуда, с которым никто из нас, даже Рамбан, не может спорить, говорит, что Йодон, это я же, рука простерта, это означает что? Что нас защищает. Ну, скажи, что бывает рука простерта в смысле уничтожения и мести, а бывает рука простерта в смысле защиты. Скажи так. И тогда не будет проблем, потому что можно сказать, что здесь написано, что рука простерта в смысле защиты еврейского народа, а в пасхальной Агаде написано, что, ну, вот этот вот пасук из Девриа Йоми, Ядон, значит, Харбошлафа Беядо, что меч, обнаженный в его руке, Анутрия Берушулаем, который простерта над Берушулаем, там это про наказание, про разрушение, про то, как, значит, наказывают грешников, а не про то, как защищают праведников. Конечно, мы можем тут придумать какой-то пшат и сказать, что на самом деле все это, что сказал здесь Равьосиф, что рука простерта над нами. И Раши пишет, что в смысле защищать, это не означает защищать нас лично, то есть прямо защищать, а означает наказывать врагов. Месть и уничтожение. То есть месть и уничтожение, которые таким образом, при месте и уничтожении наших врагов нас защищают. То есть как бы опосредованная защита через месть и уничтожение. Вполне можно так сказать. Это, конечно, не объясняет это место в пасхальной годе очень сложное, непонятное. Это, конечно, не облегчает нам понимание нашего пасука, но, тем не менее, видите, тут такой очень хитрый момент. То есть комментарий Рамбанов может быть нахуй, он пишет, что рука, которая простерта, когда это написано в Танахе, это месть, это уничтожение, это отрицательные, негативные категории. Несмотря на то, что здесь, пожалуйста, перед нашими глазами написано, что Творец защищает таким образом еврейский народ. Шат этот, что Творец защищает еврейский народ посредством уничтожения врагов, он тяжелый, потому что он не соответствует нашему пасуку. В нашем-то пасуке, уважаемые друзья, написана вот эта фраза «Втяни руки моей скрою тебя». Тут не написано, что он простирает свою руку и уничтожает врага и таким образом защищает. Тут написано, что сама рука как бы непосредственно защищает еврейский народ. То есть это вопрос. Мы совершенно не обязаны знать ответы на все вопросы. Но иногда поставить хороший вопрос это дело очень полезно и есть над чем задуматься здесь. Вы понимаете, о чем я говорю, что вот как это так? С одной стороны слышно, что растертая рука это символ разрушения, символ наказания. С другой стороны, здесь в нашем пасуке в 51 главе пророка Ишаяну и соответственно согласно трактовке этого места в Талмуде в трактате Хагига на пятом листе получается, что это защищающая рука, прикрывающая. Поэтому тут, конечно, есть о чем подумать. Давайте буквально еще чуть-чуть почитаем, чтобы сдвинуться с этой точки живой, а не мертвый, не дай бог. Так, следующий пасул говорит, видите, 17-й пасул Иторери Иторери. Очередной виток позитива позитива после тяжелых времен, потому что мы сейчас говорили о скрытии лица, и не случайно предыдущий пасуг относится в Талмуде к временам скрытия лица, когда, несмотря на это скрытие, рука Всевышнего простерта, чтобы защищать, как мы сказали. Иторери пробудись, Иторери пробудись. Значит, когда два раза в Танахе написано одно и то же. Пробудись, пробудись, разумеется, это что-то должно нам всегда сказать. Ури, ури, иторери, иторери, всякие такие выражения, восстань, восстань, то есть, когда один и тот же глагол повторяется два раза. Что это означает? Всегда надо понимать, что это, естественно, дополнительное усилие, которое человек должен произвести. Означает это то, что одним иторери, одним пробудись, просто не обойдешься. То есть, человек находится в таком состоянии, что первое иторери пробудись. Это, знаете, когда глубокий сон начинает будить. И первый раз, когда человека расталкивают, когда пытаются его разбудить, он может там что-то невнятное пробурчать и продолжит спать. Он, конечно, как бы реагирует, ну, он же пробурчал что-то, когда его трясли за плечо, но он все-таки не проснулся, потому что сон его очень глубок, скрытость лица, отстраненность человека от Бога велика. поэтому иторери давай, давай, за плечо иторери и еще холодной водой на голову. Вот это он проснулся. То есть надо два раза повторять, тяжелое время. Тогда, когда иторерут пробудиться, воспрять духом, да, это очень тяжело. Теперь, после того, как он пробудился, еще куми, встань. то есть абсолютно не автоматически. Тот, кто даже уже проснулся, совершенно не обязательно, что он в состоянии встать, что у него есть на это силы. Нужно специально его поддержать. Ну, вы видите, что все эти слова «пробудись, пробудись, восстань», они учат нас тому, что вывести человека из глубокого духовного сна очень тяжело. нужно набраться терпения, набрать побольше холодной воды в ведро, чтобы ему лить на голову. То есть нужно приготовиться. Это долгий процесс. Кто же этот спящий? Вот он, этот спящий. Это Иерушалайм, уважаемые друзья. Иерусалим спит. Именно Иерусалим, именно святое место. Ну, вы знаете, что очень часто в Танахе это слово пишется, видите, здесь без буквы Иерусалим, как бы. Хотя, конечно, читается Иерушалаем. Не хватает второго июта, по всей видимости, именно потому, что, интересно, эти июты. Неокончательно проснулся, так? Еще. Не восстал, не расширился. Ашер шатит, что испила ты. Ну, вы знаете, что, конечно, Иерусалим женского рода у нас, и поэтому вот эти вот глаголы в женском роде стоят. Что ты испила, выпила мияд Ашем из руки Всевышнего эт кос хамато стакан ярости. Напоминаю вам фокус, очень важную деталь, которую вы видели в Мальбиме, в нашем главном комментаторе, что вот эта хейма гнев, это внутренний гнев, который совершенно не обязательно еще выходит наружу. И оказывается удивительным образом, что сначала Иерусалим испил из рук Бога кос хамато стакан гнева скрытого гнева. Извините. Как можно испить скрытый гнев, если его никто не показывает? Оказывается, божественный гнев, тогда, когда он даже скрытый, имеет страшные последствия. То есть еще не видно, что рушатся стены, горят города. Нет, этого еще не происходит. Но этот божественный гнев уже сдает ситуацию, при которой рушатся привычные связи, рушатся нормальные отношения между людьми. То есть уже сказывается серьезнейшее, может быть, страшнейшее негативное влияние, которое внутренне из-под создает ситуацию, когда будут гореть города, когда будут разрушаться храмы. Что первый, что второй. Это первая часть. И дальше это кубат, кос отарейла стакана несчастья. Бывает это слово в Танахе несчастья, горького стакана, шатит из пилоты мацит, высосалаты. Что это все значит? Ну, понятно, без мальвима мы никак не разберемся. Я буквально на секундочку его открою вам, покажу, о чем я речь. Значит, ты должен пробудиться, Ирушелаем, говорит Всевышний, да, от тебя все зависит, потому что, ну, мы говорили, с чего начинается эта история, что еврейский народ говорит Творцу ури-ури, пробудись-пробудись, да, то есть еврейский народ хочет от Творца, чтобы он ему помог, а Творец отвечает на это, сам пробудись, все от тебя зависит, только от тебя. Ты испила вот этот вот стакан, процедура хочет сказать, кисрэль шатуш не косо, значит, мальмин, как всегда, четок, все как в аптеке, видите, алиф, бет, одно, второе, да, то есть, евреи выпили два стакана, во-первых, косах има, вот этот стакан гнева, шокотца, ваши малые, что, значит, Всевышний на них разневался, беазвамбе истир по намем, что он их оставил и скрыл от них лицо. Это первая вещь, то есть, то, что мы сказали, внутренний гнев, который не выходит наружу, он может быть незаметен, момент скрытия лица, который является причиной всех дальнейших очевидных уже глазу бедствий. Ну и коса, терыла, стакан несчастья, шуау, онны, швай, истирим, это уже непосредственно наказание и страдание, шигазар, алейм, что он приговорил их к ним, да, лидэш, айя, алейм, бехима, из-за того, что сначала был на них в гневе, минэ, косахима, что мы видим, значит, стакан этого гнева, лошатуэткуло, не выпили целиком, это любопытно, килои ир, ашем, коль хамато, потому что Всевышний не излил всю свою ярость, вот эту внутреннюю, которая хранилась, она не была вся издетов, луаз вам легаврин, не оставил их совсем, помните только что читать, рука простерта, то есть полного, не дай бог, отхода Бога от еврейского народа не может быть, киешгия халэм мина халонот, он на них обращал внимание, как бы из окон, как здесь говорит Мальмон, так издали, все время поглядывали, а валь это коса тарэ, ла, но стакан вот этого вот бедствия, то есть реальное наказание, шуау онэш, шених заралэм, это так сказать, наказание, которому они приговорили, шатуэткуло, они полностью испили, так, и поэтому написано, шэр шатит мияда шэмэткос хамато, шэ ты выпила, испила, из рук Бога, значит, стакан, что этот стакан выпили мияда шэмбэтсмо, из собственных рук Творца, а валь ло шату куло, не полностью, а валь коса шене, второй стакан, кубат, кота, скоса тарэла, да, вот этот вот кубат, очень интересно, видите, что, как Мальмон объясняет слово кубат, он говорит, что это шмарим, да, что это не установленное место, да, что это, то, что установлено лежит, находится внизу бутылки, это, это называется, осадок, да, то есть, не просто выпили бутылку вина, вместе со всем отстоем, так сказать, вместе со всем осадком, все, как написано, мацит, да, так сказать, вот, втянули в себя полностью, то есть, наказание было испито до самого конца, шати такоскуло полностью, гамашмарим, и также вот эта вот вся муть, аникбаим бетахти такли, которая находится, устанавливается внизу сосуда, гаммацит, ото от кицео, втянул в себя его, человек, всю эту муть в себя, втянул, до конца, ну, такая совершенно страшная метафора, которая здесь написана, что, с одной стороны, значит, произошло отсоединение, как бы, некоторое, бога от еврейского народа, но неполное, посматривает издали, следит, рука простерта, ну, а что касается наказания, то тут уже мы получили по полной программе, ну, давайте с Божьей помощью на секундочку прервемся с этим делом, перейдем к хумышу, сейчас, обращу ваше внимание на то, как, знаете, бывает, простой смысл, то есть, прямой текст Торы, который сто раз, тысячу раз, всем известен и прочитан вообще, ставит вопрос. Мы с вами остановились на том, что, что Абрам Авину съехал оттуда на гору, то есть, путешествовал по Святой Земле туда-сюда, и мы сказали, что это за гора, то есть, по мнению Раши, это на самом деле совершенно необязательно храмовая гора, на которую он попал, то есть, вполне возможно, что Раши может учить, что Абрам Авину попал на храмовую гору гораздо позже, может быть, даже первый раз он на нее попал в момент жертвоприношения Ицхака. Другие комендаторы, Абрам Бан, например, пишут, что это храмовая гора, куда он попал. И дальше написано, что Ваира Ашема Лаврам показался Бог Авраму и сказал ему, я твоему потомству дам эту землю, и дальше сказано в Торе, в прямом тексте Торы, буквально следующее, Баибен Шам, и построил там Мизбехла Шем, жертвенник для Бога, Анир Эйлаф, показавше гося ему. Вот это вот Анир Эйлаф. Уже непонятно. Зачем это добавлено? Построил жертвенник для Бога, который ему показался. А что мы думали, что он может построить жертвенник для какого-нибудь другого, который ему пока не показался, один показался, другой нет. Так он решил построить тому, который показался. Что это такое? Странное выражение. В следующем пасуке, там как раз, где написано Ваиатек Мишамар, где он сорвался на гору, то ли на храмовую, то ли нет, там написано, что Ваимен Шам, и Сбехла Шем, он построил жертвенник Богу, и не написано тому, который ему показался. А сказано просто, выкрадышем Ашем, возвал к имени Бога. То есть, в одном месте написано, что он построил жертвенник Богу, который ему показался, а в другом месте написано, что он построил жертвенник Богу, и ничего не написано. Два жертвенника. Практически подряд. Один снабжен этим странным выражением, про показавшегося Богу, другой нет. Что это такое? Вот вы понимаете, где найти информацию на эту тему? Это пшат. Вы понимаете, что это жесткое, простое, это вопрос на сам текст. И тут, безусловно, должен быть ответ. Его нужно просто, необходимо давать. То есть, если речь идет про такие простейшие моменты, когда просто в двух соседних посуках написаны вещи, противоречащие друг другу, в одном месте есть одно выражение, в другом месте его нет, обязательно объясняться. И вдруг выясняется, что нигде, ни в каких простых комментариях, нормальных, которые на странице находятся в микроавдолот сборники основных комментариев, или у простых комментаторов, просто нет. просто ничего не объясняется. Единственное, что мы вынуждены сделать, это процитировать Цефира Зогара. Книгу Зогара. То есть, понимаете, без Зогара вдруг выясняется, без Кабалы это место понять нельзя. Что это означает? Во-первых, смотрите, это методологический момент. Важно. То есть, то, что нет никакого пшата, кроме того, который написан в книге Зогара, это серьезная заявка на то, что без Кабалистического образования нельзя понять текстуру. Да, конечно, любой человек, который против этого, который говорит, что надо обращаться с этим очень осторожно, что надо обходиться без Кабалы. Он может сказать, нет, все равно есть какие-то пшаты, есть какие-то простые вещи, которые, может быть, намекают, может быть, коротко. Например, есть Сорахай Макадош, Рабихай Менатар, он немножко объясняет и говорит, что вот это вот, то, что он построил жертвенник Бога, который ему показался, это намек на его радость, что Творец открылся ему и в следующий раз это просто не упомянуто, потому что Творец уже стал регулярно ему открывать. Все это здорово, но все-таки Анир Эйлаф, показавшемуся ему, очень тяжело понять в этом, даже с помощью этого объяснения, почему именно вот так это сформулировано. Ну, скажи, что он обрадовался, скажи, слово радость у нас существует и в резком языке, вы знаете, 10 слов, 10, не одно, которое означает радость, то есть без погружения в Сепиразор тяжело вообще понять это место. Что же там написано? Сам, лично, Раби Шимон Бар-Юхай, книги Зор, говорит следующую вещь, что эти два пасука. В одном написано показалось, в другом написано. Они говорят о двух уровнях, с которыми соединился, к которым как бы обратился Авраам. И сделано это потому, что ему нужно было обрести свой уровень. И для обретения своего уровня ему нужно было постепенно до этого уровня дойти. Что же это такое? Разные сложные комментарии. Например, в Канате есть такой эквивалистический комментарий. Рамбан, Раби Шимон Беннах, он намеком очень, очень закрыто. Рамбан, например, пишет, что может быть, что это выражение показавшемуся ему намекает на сода Курбан, на тайную жертвоприношение, и ты должен это понять, то есть Амаскиль-Явин, как он пишет, разумеющий это поймет, я тебе ничего рассказывать не буду, какая там тайна жертвоприношения. В принципе, в комментарии Раконати, вот этом комбалистическом комментарии, вышеупомянутом, это написано, существует понятно два известных нам уровня, которые действительно напрямую связаны, так сказать, с тайной жертвоприношения, с идеей жертвоприношения. Мы с вами неоднократно говорили об этом, зачем это вообще нужно, было и будет обязательно убивать животных и приносить жертвы, это непростой вопрос, до такой степени непростой, что, как вы помните, Рамбом, Рамбошебен, Маймон, Маймонит, который, как вы прекрасно знаете, не прибегал к каббалистическим объяснениям, был большим знатоком и апологетом рационалистических разъяснений Тора и Талмуда, он говорил, что жертвоприношения были просто необходимы для того, чтобы обеспечить мягкий переход от идолопоклонства к единобожу, потому что идолопоклонники привыкли приносить жертвы постоянно, ну и Творец тоже дал. Вы знаете, что только ленивый, ну, наверное, нельзя так говорить, давайте зачеркнем это выражение только ленивый, редко кто из наших величайших законодателей и мудрецов не нападал на Рамбома, на Маймонита за такое вот объяснение жертвоприношения. Всевышний дал такое огромное количество заповедей, касающихся жертвоприношений, только для того, чтобы обеспечить мягкий переход от идолопоклонства, уступку такую сделал, да, евреи. Очень странно. Поэтому, конечно, существует огромнейший пласт каббалистических объяснений жертвоприношений. В частности, речь идет о том, что существует дающая, как вы понимаете, сила, так называемое качество тиферет, то есть красота, гармония, выражающаяся четырехбуквенным именем ютки и вахтки. И четырехбуквенное имя, как вы знаете, Маккораракамим, источник милосердия, это то имя, с которым связываются все жертвоприношения. Никаких жертв в Торе, которые соотносятся с другими именами Бога, нет. Об этом сказано за Беак Лейлуим Яхарам. Человек, который приносит жертвы Лейлу, можно даже сказать, не только Лейлуим, божествам, то есть каким-то там идолам, силам, Лейлу Ким, даже можно сказать. Тот, кто приносит жертву другому имени Бога, он будет уничтожен. Это страшное дело, ни в коем случае. Только главное имя, четырехбуквенное имя, это то имя, через которое выражается Творец в нашем мире как бы целостно, гармонично, скажем так, для нас гармонично, целостно. И поэтому мы обращаемся к Богу, используя это имя тогда, когда совершаются жертвоприношения. Только они. А вот тут с Авраамом добавляется Анир-Эйла, который показался ему. И добавляется это потому, что, как объясняется в реконате, в акваристическом комментарии о тайне жертвоприношения, это дающая сила, к которой, через которую мы обращаемся к Богу, она должна куда-то дать, куда-то поместить силу, энергию, ту самую, которую мы выпрашиваем с помощью жертвоприношения. Куда это все попадает? Это попадает в сосуд, который называется словом шахина, как вы понимаете, присутствие Всевышнего в этом мире, наполнение мировой гармонии благодаря этому сосуду происходит. И этот сосуд называется здесь Анира-Эйла, то, что ему видно. То есть он принес жертву Богу, показавшемуся ему в каком смысле, который не просто существует, создал небо и землю, благословляет Авраама на великие подвиги, а который реально наполняет мир благодатью, наполняет мир энергией. И вот это показавшемуся ему, это то, что показалось от него, то, что показалось в мире от Бога. То есть Авраам приносит жертву Богу тогда и для того, чтобы от Бога показалось что-то в мире. То есть анирейла, показавшиеся ему, это то божественное, что приходит в мир благодаря обращению к источнику милосердия через качество деферта. То есть в первом по сути говорится о том, что Авраам Амину привносит, привлекает, как это называется в каббалистических книгах, мамщих, притягивает, затягивает благодать, энергию в наш мир. И вроде бы все было бы нормально, если бы не следующий пасок, где этого анирейла, показавшемуся ему. Просто нет. Он построил жертвенник Богу и все. И выкрадыши вашим. Возвалка имени Бога. Только возвалка имени Бога. Больше ничего. Никаких дальнейших движений, связанных с привлечением благодати вроде как. Нет. Габарит Зор. Каббалистическая книга объясняет, что первое обращение, первый уровень называется уровень Итгалия, открытости. А второй называется уровень Иткаси, скрытости. Что же это такое? Оказывается, что тогда, когда человек обращается к Богу и приносит ему жертвы, с тем, чтобы увидеть проявление Бога в этом мире, с тем, чтобы привлечь Бога в этот мир, это одни жертвы. Я бы сказал, это уже совершенно моя мысль, которая абсолютно не обязательно, что можно это сравнить с видами жертвоприношения. У нас есть виды, например, жертвы шламин, мирная жертва. Что такое? Это тогда, когда мы с вами ведем скотину в храм, ее режут, коины забирают хазовишок, грудинку и правую ногу, а мы с вами, хозяева этой жертвы, сидим в Ярушаламе и спокойненько доедаем мясо этой жертвы сами. То есть, это тогда, когда Мишелхан Гавоа, как мы говорим, с высокого стола, с жертвенника Творца, мы с вами получаем еду. Это что означает? Что мы принесли ему жертву и в результате получили. То есть, это вид жертвоприношения, который в итоге притягивает сюда. Ты принес и в итоге сидишь ешь. То есть, это та благодать, которую ты обрел благодаря своему жертвоприношению. Пропустив это мясо, так сказать, через храм, и мы с вами говорили, что в этом случае мясо не оказывает негативного влияния на человека. То есть, это животное, зашло в храм, его там оприходовали как положено, определенную часть поставили на жертвенника, а оставшиеся отдали хозяевам. После этой процедуры это мясо уже не делает человека подобным зверю. человек от употребления мясопродуктов не становится похожим на тех, из кого эти мясопродукты добыт. то есть, он кушает баранина, не становится бараном, кушает говядину, не становится похожим на бычару такого, значит, с красными глазами. Вот этого ничего с ним не происходит, потому что барана и быка пропустили через жертву. Это первый вид. Это называется анира и лап. Принести жертву Богу, который ему показался. то есть, я ему принес и он мне показался. В виде порции мясопродуктов, например. Но есть совсем другие же жертвы. Когда человек, например, хочет принести жертву за махшава, за мысль. Плохие очень были у него мысли какие-то некошерные у человека. И написано, что Ола, жертва под названием всесожжение, она давала искупление за человеческие мысли неправильно. И человек делает улад на дова. Добровольное всесожжение. Приводит в храм барана. И что? Все. И это последняя встреча хозяина со своим бараном. Мясо со своего барана он не получает. Он даже ну совсем ничего от этого барана не получает. Как вы понимаете, баран Ола, всесожжение, так оно и называется, поднимается весь. Ола от слова поднятия, он поднимается весь, полностью сжигается. Кожу Ора Ола забирают коины. То есть хозяин в пролете. Еще. И что он добился, этот хозяин? Видите, он построил жертвенник Богу. без последующего выражения показавшегося ему. Просто жертвенник Богу, которому я отдал. И все. А смысл? Если я таким образом не привлек благодать в наш мир, зачем я отдаю Богу? Оказывается, что разумеется, это тоже способ привлечения. Это тоже способ достижения связи, особой связи Бога с человеком. У этого тоже есть, конечно, замечательный позитивный элемент, замечательная позитивная страна. В чем очень просто. Тогда, когда ты отдаешь и ничего не просишь взамен, это большой, высокий уровень. Это означает, что ты просто хочешь отдать, просто хочешь восславить Бога. Почему? Да не почему! Зачем? Да незачем! А потому что Он такой великий. Потому что Его святость, Его совершенство тебя поражает до глубины дыши. И ты готов отдавать во имя этого совершенства, лишаться чего-то во имя этого совершенства, приносить жертвы этому совершенству. И тогда Творец, который видит твое бескорыстие, разумеется, понимает, что если тебе что-то понадобится, нельзя так думать изначально. Отдай-ка я сейчас сыграю в такое бескорыстие, я ему сейчас отдам, чтобы он мне вообще ничего за это я ничего не прошу вообще. Я как бы вот смотри какой я бескорыстный, а сзади вот так вот держит руку, дай побольше. Это понимаете бесполезный разговор. Так это не работает, ничего не выйдет. То есть нужно что делать? Строить жертвенник, обзывать к Богу, восхвалять его, и все. И не думать о том, что еще не несут мне целый сундук благодати. Не думать. И тогда может быть с Божьей помощью все сложится. То есть это тонкий момент. Тем не менее для Авраама Абина, для праотца Авраама говорит, взор это был необходимый момент, потому что он таким образом поднимался по уровню. Сначала Малхут, нижний уровень, потом уровень Тиферет, вот этот уровень, через который мы обращаемся к Богу. А Авраам должен был связаться с еще более высоким уровнем под названием Хесет, как вы понимаете, потому что это его ступень, его уровень. Хесет, качество Авраама, нужно было подняться выше, то есть связаться с еще более высокой ступенью через эти две, открытую и скрытую, открытую просьбу о благодати, я бы сказал, и скрытую, намек на нее, без всяких открытых просьб. Это то, что написано в Зогаре, видите, иногда не обойтись. То есть иногда, когда ты читаешь простой текст Торы и хочешь узнать действительно совершенно несложную вещь, почему в одном месте написано так, другом так, приходится залезать кое-какие места, которые для обычного читателя не всегда открыты. Всего самого наилучшего, дорогие мои, на постоянной связи. Спасибо. Приходите еще. Продолжение следует...